Два года назад, после посещения учебного заведения, губернатор Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать школу. Нашли инвестора. Деньги, а это более 65 миллионов рублей, выделил Каспийский трубопроводный консорциум. Сегодня глава региона вместе с инвестором приехали посмотреть на результат. От старого здания остались только стены. Школа изменилась до неузнаваемости, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Сегодня это даже не обновленная, а новая школа. Молодцы. Я считаю, что это успешный пример реализации совместного проекта. И для КТК это была большая радость участвовать в реконструкции школы. Я думаю, что для многих детей будет привилегий учиться именно в такой школе. Впереди у нас еще будет немало проектов, как правильно отметили, бизнес бизнесом, а работа для людей. КТК это социально ориентированная компания. Ведь можно делать инвестиции, конечно, и в бизнес, но они делают самые главные инвестиции. Инвестиции в детей. Значит, они вкладывают свои инвестиции в будущее. И я хочу вас заверить, поверьте, это будущее не доставит с ответом долго ждать. Сегодня 37-я сельская школа ничем не отличается от городской, заметил глава региона. 14 специализированных кабинетов с современным оборудованием и техникой. Спортивный зал, столовая и медицинский кабинет. Школа отвечает всем требованиям. У нас было оборудование, но все, конечно, сейчас более достойно, более современно. И, конечно, и кабинеты, и цвета подобраны, что сказать. Естественно, и дети уже оценили. Это сельская школа, но она сегодня не уступает любой городской, даже лучшей городской школе. Она дождалась своего звездного часа. Но, поверьте, я уверен, что еще сотни школ в сельской местности, да и в наших городах, ждут своего звездного часа. Я уверен, они дождутся, потому что, еще раз подчеркиваю, на детях никто не будет экономить. Потому что дети, те, кто приходят сегодня в школу, это будущее и края, и страна. В школе есть и отдельный актовый зал. Такому могут позавидовать даже некоторые дома культуры. Большая сцена и места для зрителей. Здесь школьники могут развивать свои творческие способности. Здесь ребята делают свои первые публичные шаги. То есть выйти на сцену, выйти перед сверстниками, выйти перед классами. Это очень нужно. Они здесь по-другому воспринимают и свои возможности, в том числе и ораторское искусство, которое в каждом есть по чуть-чуть, но не каждый может это развить, потому что не каждая школа может дать эту возможность. Великолепный сегодня актовый зал. Я думаю, что здесь ребята максимально будут раскрываться во всех своих способностях. Это очень важно, чтобы наши сельские мальчишки и девчонки не чужались огромного количества людей, даже не очень огромного, а чувствовали себя там уверенно. Сейчас в 37-й школе обучаются 470 учеников, а в сентябре порог образовательного учреждения переступят 52 первоклассника.